Привет, просветители! На моем канале уже есть ролики о токсичных коллегах, родственниках, родителях. О моей токсичности снимать ничего не нужно, достаточно посмотреть любое мое видео. Пришло время для ролика о токсичных преподавателях. Вуз и особенно школа – отличное место для формирования максимально нездоровых отношений. Притом перекос может быть в обе стороны. Если в университете за очень редким исключением никто за студентом, выпучив глаза, бегать не будет, Коленька, пожалуйста, исправь двоечку. И закосплеить репку, которую всем факультетам пытаются вытащить, вряд ли получится. Не хочешь – не учись. То в школе ситуация иная. Двойка ученика – это двойка учителя. Вот такая веселая математика. Поэтому-то я и гуманитарий. Именно благодаря этому здесь эффект репки цветет и пахнет. Вьетнамские флэшбеки. И вот уже не только предметник, но и классный руководитель, социальный педагог, администрация, родители изо всех сил пытаются затащить нашу репку до долгожданной тройки. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Если из этого дружного сельскохозяйственного отряда исчезают родители, а такое случается нередко, мы получаем картину, когда проблема неуспеваемости касается всех. Кроме самого школьника. Я достаточно подробно рассказывал об этом в своей книге. Родителям наплевать. И школы не отчислить. Он же еще маленький. А значит, творю, что хочу. Глюка Андреевна, идите-ка сюда. Сейчас из вас будем веревки вить. Это первая ситуация. И здесь уже учительницу надо защищать. Но он же ребенок. Если же школьнику или студенту важна успеваемость, или родители следят за учебным процессом, то вот здесь уже инициатива в руках педагога. И, естественно, перегибы случаются. Когда мы говорим о неправильном поведении со стороны преподавателя, вам лишь бы покритиковать. Неплохо бы сначала разобраться, а в чем причины и цели подобных действий. Они же, наверное, есть. Первое и главное, успехи в учебе. Я вижу конечную цель. ЕГЭ. И я ради этой цели. ЕГЭ. Готов идти на все. Какая разница, как я добьюсь хороших баллов на ЕГЭ. Главное, что они будут. А если добиться этого мне помогли и крики, и оскорбления, ну что ж, все мы не идеальны. Зато ЕГЭ сдали. Вторая цель – укрепление авторитета. Я искренне считаю, что без дисциплины на уроке или семинарии делать нечего. Педагогу. А вот школьники для себя точно дело найдут. Если ученики тебя банально не слышат, то каким бы замечательным специалистом ты ни был, знания ты вряд ли передашь. Поэтому одна из главных целей любого педагога – завоевать авторитет. И один из самых простых способов получить те самые внешние признаки уважения, тишину и внимание – дикий, непрекращающийся ор. Всегда работает нет. Если ученик понимает, что за любым проступком непременно последует крик или унижение, прямо перед сверстниками, скорее всего он будет молчать до поры до времени. Третий пункт – особенности педагога. Современная школа – это проходной двор. На эту тему я снял массу роликов. Престиж профессии существует только в этой рекламе ВКонтакте и подписчики моего телеграма, а я это уже видел, и в мечтах господина Кравцова. Что-то мы давно не вспоминали про нашего любимого министра. Дикая нехватка кадров приводит к тому, что администрация готова брать практически любого человека. Псс, красотка, в учителя не хочешь? Нет? Ты еще не знаешь, что ты потеряла. И этот же кадровый голод – причина, что только скандал в СМИ заставит школу избавиться от профнепригодного педагога. До тех пор, пока он не приносит проблем директору, то есть бумажки заполняет вовремя, все ок. Это же бумажная волокита, постоянно повышающиеся требования, никому не нужные бесконечные мероприятия и конкурсы дарят адекватным педагогам эмоциональное выгорание. И вот уже учитель срывается на детей. Психика не выдержала. В смысле еще один отчет? К сожалению, нельзя отрицать и еще один факт. Некоторые преподаватели, что школьников, что студентов, не особо-то за людей считают. Справедливости ради – это улица с двусторонним движением. Я постоянно читаю различные учительские паблики, и, господи, сколько же людей, работающих в школе, поддерживают насилие и оскорбление. По-другому с ними просто нельзя. Уверяю вас, можно. Когда речь заходит о человеческих отношениях, очень легко любые замечания и критику в свой адрес объяснить токсичностью оппонента. Ну, ко мне же явно придираются. Поэтому дальше будет идти исключительно мое мнение. Какое поведение педагога можно назвать токсичным, на мой взгляд, или непедагогичным. Ваши варианты с радостью почитаю внизу в комментариях. И да, «Двойка в журнал» – это не личное оскорбление. Первое, о чем хотелось бы сказать – это критика личности. Я блогер, я знаю, о чем говорю. Просто поверьте. Ну и рубрика в моей телеге «Я к вам пишу, чего же более» – отличное доказательство. Работа преподавателя предполагает оценивание окружающих. И далеко не всегда это. Грибочки, солнышки, пятерки и четверки. А жаль. Если объективно не оценивать знания, то мы получим… Современную школу мы получим, где двойки ставить нельзя. И в итоге Петя ради тройки жилы рвет, а Сереженька, который ничего не делал, в конце года тоже тройку заработает. Ну не портить же рейтинг школы. Зато Петя получит ценный жизненный урок. Справедливости не существует. А можно лучше четверку вместо этого урока? Я не случайно сказал оценивать знания, а не оценивать ученика. Ненормальная ситуация, когда не твоя работа плохая, а ты плохой. Не вы сделали ошибки, а вы тупые бестолочи. Разницу чувствуем? Нет? Ну тупые. Ошибаться в процессе обучения – это нормально. Исправлять свои ошибки – это тоже нормально. Все мы ошибаемся. Но когда вместо оценки наших действий мы получаем характеристику личности, это уже совсем другое. Ну а смысл мне рыпаться, если я тупой? Да, постоянно называете ребенка свиньей, и рано или поздно он захрюкает. Что-то опять медведевым запахло. Хрю. 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 Второе педагогическое нет, на мой взгляд, это прилюдные сравнения и оскорбления. Не то, чтобы с глазу на глаз можно было не церемониться, просто порой именно едкая фраза педагога может стать не только основой для страхов и комплексов. Ой, и что это Люсенька не хочет в доске выходить? Ну и что, что там постоянно высмеивают? Все через это проходили. Но и запустить настоящую травлю. Хм, посмотрите, как Шизоид Парфентич классно пошутил. А давайте наперемень продолжим. Высмеивание и сравнение со сверстниками эффективный способ воздействия на ученика. Не путайте с правильным и здоровым. Ты будто бы заручаешься поддержкой аудитории и уже всей массой давишь на провинившегося. Что после подобной лобовой атаки будет в душе ребенка, это уже другой вопрос. Но поведение, скорее всего, поменяется. На какое-то время. Сюда еще стоит добавить просто гениальную похвалу. Даже, ставьте нужное имя, справился. А какие вы молодцы. Даже Вика справилась. Не сомневайтесь, если до подобного комплимента Вика не считала себя глупой, после него точно начнет. Как и весь класс. Я просто хотел поддержать. Третье нет. Лишение права на приватность. Никогда не забуду, как в мой первый год работы в школе, ко мне на урок пришел школьный психолог. У меня до сих пор травма. История, вызываю девочку к доске, по нулям, ставлю двойку, дневника, естественно, нет. Какой такой дневник? И тут с последней парты подлетает психолог, хватает рюкзак шестиклассницы и вытряхивает все его содержимое на стол. Хочу стесняться, все свои. Дневник она, кстати, так и не нашла. Когда содержание личных разговоров, переписки, ну, все вот эти любимые. А сейчас я вам прочитаю, что Настя написала своей соседке по парте. Содержание карманов становится достоянием общественности – это ненормально. Цель подобных действий та же самая – заставить ученика испытывать стыд, унизить его перед коллективом и поменять его поведение. Получится ли у вас провернуть последнее – не знаю. Но вот уважение вы точно после этого потеряете. С другой стороны, кому оно нужно? Четвертый пункт – оценка внешности. Я до сих пор не понимаю, почему взрослые люди позволяют себе унижать учеников из-за неправильного внешнего вида. Сколько уже мы на этом канале разбирали с вами историй, где как только школьников с нестандартной внешностью не увеличали. При этом достаточно часто никаких других претензий к ребенку нет. Но у нее ж синие волосы. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы она все-таки возненавидела школу. Но вообще-то накрашенные ресницы отвлекают от учебного процесса. Лучше бы думал о том, что в голове, а не о том, что на голове. А знаете, что на самом деле мешает учиться? Отсутствие безопасности, гнетущая атмосфера и оскорбление. А еще стыд, тревога и неуверенность. Лучше любой зеленой пряди отправят мысли куда угодно, а только не к физике. Пятое нет – попытка повлиять на родителей через ребенка. Мама не сдала деньги на новогодний подарок? Это что, папа не пришел на родительское собрание? Дай-ка я как следует пошучу по этому поводу на уроке. Петров, ты что, сирота? Тобой родители вообще не занимаются? Они у тебя в принципе-то есть? Ребят, а может нам в социальную службу с вами позвонить? Ну, чтобы помогли семье Петровых, раз они не могут даже учебник себе позволить купить. Ребенок не виноват в действиях своих родителей. Да, наверное, если как следует провернуть подобный стендап, Маша дома все же заставит маму с папой сделать то, что требует учитель. Но вы о Маше-то подумали? Это не вина детей, если их родители безответственные. Ребенок – жертва обстоятельств. А если в семье действительно происходит какая-то жесть, алкоголизм, насилие, отсутствие средств к существованию, такие веселые комментарии и шутки-минутки ни к чему хорошему точно не приведут. Шестой признак токсичного человека и не только учителя – крик. Я неоднократно про это говорил, но... Они понимают только язык крика. Увы, все еще весьма популярная фраза. При этом, обратите внимание, чаще всего все эти непонимающие классы и группы, на которых только орать можно, удивительным образом преображаются как минимум у одного педагога. Значит, все-таки иногда понимают, просто добиться этого очень сложно. Мы очень тонко реагируем на голос и его изменения, и крик – это сигнал опасности. Произошло что-то из ряда вон выходящее. А-а-а! Мне лайк поставили. И когда человек сталкивается с настолько бурной реакцией на свое поведение, становится понятно. Я явно сделал что-то не то. Когда же на тебя постоянно орут по нескольку раз за урок, это становится нормой. Ну, покричали, размяли горлышко и что дальше? Иногда педагогу или родителю приходится повышать голос, потому что ситуация реально критическая. Но если крик – это всего лишь еще один из способов общения, поздравляя во время настоящей опасности, на вас уже не обратят внимания. Ну и еще одна заметка на полях. Крик – это чаще всего признак слабости. Вас довели, вы показали свои эмоции. Ну, в общем, ученики добились того, чего хотели. Не стоит показывать свою слабость. Последний, казалось бы, самый очевидный пункт – физическое насилие. Что здесь объяснять? Бить детей нельзя. Ни руками, ни учебниками, ни линейками. Что здесь непонятного? Кто-то может подобную агрессию поддержать? Но, увы, да. И если прилюдный махач один на один оценят все-таки только особые товарищи, то вот умывание в туалете, а посмело брови накрасить, уже встретит гораздо больше поддержки. Вы начали краситься. Следующее после вас поколение пирсинг повтыкали. Следующее в порно-тиктоке сниматься стало. Это, если что, слова педагога. Он так пытается объяснить, почему умывание школьниц учителями – это норма. По такой логике нужно и автомобили запретить. Сначала ты садишься за руль, а потом сбиваешь человека. Ну и игнорирование физических особенностей и потребностей ученика я бы тоже в этот пункт добавил. Очень интересно, какое поведение педагога вы считаете неприемлемым. Обязательно пишите в комментариях. Ну и специально для... Да вы бы лучше ролик о неадекватных учениках сняли. Некоторые вообще совесть потеряли. Успокойтесь, глубокий вдох, выдох. Такой ролик уже есть. Да и целая глава в моей книге этому посвящена. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм. Там весело, интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Огромное спасибо моим бустерам, тем самым людям, что поддерживают меня материально. Сейчас вы на экране видите имена топовых товарищей, им отдельное сердечко и плюс 20 очков карму. Если вы готовы меня поддержать, то переходите по ссылке и подписывайтесь на мою страничку. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!